Всю прошедшую неделю меня бесконечно упрекали в том, что я не упомянул и не рассказал о цепи защитников горы Куштау, которая случилась 22 февраля, но мы технически просто не успели это сделать, потому что мы проводили съемки в субботу, и в субботу же происходило это событие, и там еще не сложилась информация, было непонятно, что происходило. Сейчас мы готовы поговорить об этом и поговорим об этом подробно. 22 февраля те, кто прибыл туда на место проведения этого мероприятия, этой акции, конечно, не ожидали увидеть то, что они увидели. В лесу, вдоль горы, на дороге стоит коммунальная техника, поливальные бочки, вот эти всевозможные очистительные техники, самосвалы и так далее. Все это выстроено в цепочку с целью не допустить прохода попадания людей на эту гору, и с целью того, чтобы там нельзя было оставить автомобили, и людям пришлось уехать далеко-далеко. Более того, на самой горе было какое-то количество там работников коммунальной сферы и Шимбая, и района, которые там имитировали какую-то деятельность и тоже препятствовали людям выстроиться в эту цепочку и так далее. Тем не менее, от 600 до 700 человек, что в принципе сопоставимо с предыдущими флешмобами, поучаствовали в этом флешмобе, выстроились в цепочку, дали интервью, записали там видеокадры, летал коптер и так далее. То есть мероприятие состоялось более чем. Кто сможет оценить те затраты, выброшенные на ветер деньги, которые совершила и Шимбайская администрация, и администрация района, выставляя туда эту технику, заставляя людей там, значит, что-то делать. Достаточно большое количество полиции туда было согнано. Слава богу, никаких инцидентов не случилось, никого не задерживали, да и, собственно, повода не было. В общем, констатирую факт тот, что властям не удалось не расколоть вот эту протестную активность на две части, потому что пытались кого-то сориентировать на 23 февраля, кого-то на 22, там вносили сумятицу какие-то там прочее. Это не удалось сделать на месте, значит, дестабилизировать ситуацию при помощи этой техники непонятных людей тоже не удалось. И, судя по всему, к весне эта протестная активность будет только нарастать. Организаторам вот этого мероприятия, конечно же, надо сделать выводы из тех ошибок, которые были совершены. Первое. Ну, во-первых, нельзя было ассоциировать мероприятие с праздником, я имею в виду 23 февраля. Это как раз было соблазном для властей начать вносить туда сумятицу. Основная проблема здесь заключена в передаче информации. Вот организаторы это должны понять. Потому информация должна быть однозначной, четкой и заблаговременной. То есть никаких вариантов ее трактования не должно быть. Тогда это не даст возможности никому из соперников и противников ее исказить и воспользоваться этой ситуацией. То есть назначая следующий флешмоб, следующее мероприятие, нужно продумать точно его, да, чтобы не было никаких там рядом, никакой Пасхи, никаких голосований, никаких, значит, там, Курбан-Байрамов и прочих мероприятий. Все должно быть чисто понятно, это должен быть выходной. И информация должна курсировать за год, за неделю, за две, за десять дней. И в последние там три-пять дней должна курсировать очень интенсивно. Вот это залог сбора людей. Ну, я уж как технолог дам там несколько полезных советов, да, вот по этому поводу. Еще немножко о тех, кто пытался не допустить этого мероприятия. Это вот эта новоявленная группа фейковых активистов Республики Башкортостан. Я имею в виду бригаду Дмитрия Чувилина, которую он возглавил, и в которую входят Диана Демидова, Иван Алпаев и господин Рахматуллин. Вот эти ребята, которые, в общем-то, готовы браться за что угодно, практически идентично повторяя трудовой и политический путь самого Дмитрия Чувилина, который начал именно с этих вот наемных бригад, которые проводили митинги от Нефтекамска до Стерлитамака, ездили на машинах, у них там красивая была газелька, с собой генератор, микрофон, ну, такая вот, как сказать, это политический тамада. Эти ребята теперь тоже повторяют то же самое. Они же занимаются штоп-баш-РТСом, они же занимаются альтернативными вопросами по Куштау на все руки мастера. И вот на прошлой неделе, в подтверждение вот этой моей теории о том, что они все-таки руководимы из администрации главы вот этим внутриполитическим блоком, господином Кельсинбаевым и прочей, значит, вот этой нечистью, мне прислали фотографии, где прямо на совещании господин Бодранов, заместитель Кельсинбаева, значит, Алпаев, Демидова и вся вот эта вот, значит, компания теплая, они сидят и обсуждают какие-то насущные вопросы, вот, видимо, организации то ли Баш-РТС, то ли там, как им бороться с активностью на Куштау. То есть, ну, сам факт наличия этих фотографий совершенно, ну, безусловно подтверждает то, что эти люди, они находятся в тесной связи с управлением внутренней политики главы республики и, соответственно, ну, по сути, выполняют их заказ. А уж тем, кто следует или не следует за ними вот в этих движениях, остается самим решить, насколько искренние побуждения руководят этими людьми, либо они вот такие вот нанятые петрушки. Здесь я не буду, как бы, ничего утверждать. Тем, кто хочет и желает участвовать во всех этих мероприятиях, достаточно задуматься о сущности их вот этих вот, как бы, лидеров. Еще одной центральной историей прошедшей недели, безусловно, была продолжающаяся история вокруг башкирской общественной организации «Башкорт». Напомню, что несколькими неделями раньше башкирская прокуратура подала иск в Верховный суд о признании этой организации экстремистской, там на каких-то очень странных и весьма непонятных пока, значит, основаниях. Суд не очень-то принял эти документы, там какие-то казуистические вещи, ну, в общем, еще не назначено рассмотрение, не начался этот процесс. Как в ответ на все это, Башкорт обвинил ради Хабирова во всех смертных грехах, я имею в виду по списку их перечислил, и объявил ему фактически в этом недоверие. Примечательно здесь, что со стороны Хабирова все-таки действовала прокуратура, и вроде как формально он здесь ни при чем, а Башкорт, в общем-то, обратился напрямую к своему оппоненту, то есть внося, по сути, ясность в структуру этого конфликта. Потому что, ну, формально вроде как прокуратура здесь при чем здесь Хабиров. Ну, всем понятно, естественно, что это, конечно же, инициатива самого Хабирова, и она базируется именно на тех резких и безапелляционных заявлениях, которые он делал в предыдущие периоды. В общем, Башкорт уже, как говорится, сделал это напрямую. Башкорт объявил Хабирову вводом недоверия, и подтвердил, подкрепил это заявление целым списком, значит, претензий, которые он выдвигает непосредственно к Хабирову. Тут бы, конечно, ради Фаритовича промолчать, на самом деле. Потому что, ну, условно говоря, некая степень неопределенности здесь у нас появилась, потому что суд все еще не определился с дальнейшими своими действиями. Более того, сам Башкорт подал иск в суд о том, чтобы признать незаконным вот это требование прокуратуры, и не до конца понятно, чем это закончится. Кроме всего прочего, Башкорт за эти несколько недель определенным образом переиграл все-таки вот этих вот энтузиастов внутриполитического блока и заручился определенной поддержкой в разных организациях и разных странах. Но Хабиров не смог удержаться, или не смогли удержаться его, условно говоря, подручные. Потому что у меня большой вопрос, от чего имени на самом деле было сделано заявление пресс-секретаря Хабирова в ответ на вот этот вот он, я на самом деле не возьмусь говорить однозначно. У меня есть подозрение, что Хабиров, конечно, этого не делал сам, и это проделки либо Мурзагулова, либо, возможно, даже Кельсинбаева, который в последнее время, ну, как бы пытается выглядеть самостоятельным, соответственно, может быть, даже такие вот вещи в состоянии делать. Новоявленный пресс-секретарь Хабирова сделала заявление о том, что позиция Хабирова в отношении БО «Башкорт» не изменилась. И более того, по мнению Хабирова, у БО «Башкорт» имеет, цитирую, «нулевую поддержку жителей республики». Вот это на самом деле была глупость. То есть, кто ее автор, повторюсь, я не знаю, но давать абсолютных заявлений нельзя. Ноль — это абсолютная величина. Вот если бы эта талантливая девушка сказала, что там крайне низкую поддержку, там незначительную поддержку, или там поддержку близкую к нулю, ну, можно было бы, да, это как-то воспринимать как форму. А здесь ноль. Вот такие абсолютные показатели, они однозначно проигрышны. Вот в такой полемике, на самом деле, сейчас пока обе стороны обмениваются устными обвинениями, да. То есть, и вот в этой полемике, конечно, Хабиров здесь проиграл. Это безусловно. То есть, сам он проиграл или помогли ему там проиграть, я не знаю. Но, в общем, выглядит это достаточно непрофессионально. Надо бы понять вообще, кому этот конфликт выгоден. По сути, БО «Башкорт» изначально вела себя в отношении Хабирова не то чтобы миролюбиво, а очень даже дружулибно. То есть, я помню, как плясали все руководители этой организации вокруг Салавата и Лаева 11 октября 2018 года, когда к нам тут, значит, был направлен Хабиров, как они радовались, как им нравилось, что Хабиров настоящий этнический башкир, и, наконец-то, значит, тут будут проявлены интересы и внимание к интересам и нуждам башкирского народа. Была искренняя радость, в общем, как и все прогрессивное человечество, как говорится, в едином порыве. Что же случилось потом? Ну, у меня есть такое ощущение, что вот этому внутриполитическому блоку, вот этим политическим аферистам, которые во множестве окружают Хабирова, я имею в виду и Мурзагулова, и отчасти Сидякина, ну, и, естественно, дальше уже вниз по цепочке этих вот подчиненных, всевозможных Бардановых, Бодрановых и Кельсинбаевых, им нужен враг, им нужен соперник, им нужно с чем-то работать. Выборы они проводить толком не умеют, ну, там, за них, значит, центр сберком все сделал, там им особенно не пришлось трудиться, а вот с врагами бороться надо, иначе начальство, оно же может в определенный момент задуматься и подумать, а что вот это вот здесь вот кормится у меня, вот это вот большое количество вот этих вот хорошо отъетых, прилично одетых и широколицых ребят. Им нужен враг, и вот они стали изобретать врага. Самым подходящим, на мой взгляд, врагом для них был вот этот вот Башкорт, потому что, ну, а что, национализм, экстремизм, да, запросто сейчас присочиним, тем более, что ребята из Башкорта, они по искренности своей и, в общем-то, иногда недальновидности допускают всевозможные вещи, из которых можно потом при желании и особом усердии слепить там хоть экстремизм, хоть национализм. Нужен враг, пожалуйста. Они тщательно этого врага смоделировали. Вот этот конфликт на Курултая тогда, да, абсолютно ненужный, абсолютно вот, ну, разыгранный, он был инициирован вот этими всеми бардановыми, бодрановыми, кельсинбаями, то есть они сами полезли в драку. Специально нужно было подраться, показать, какие они бойцы и так далее. Все это мне напоминает историю с Альбертом Мухамедьяровым. Мало кто помнит, что вот этот вот герой борьбы с Хамитовым тоже ведь возник из ниоткуда. Его на самом деле придумал Аббас Галямов. Примерно по той же самой нужде, когда сидел себе Аббас Галямов, который был вот на позиции, условно, Кельсинбаева, и вдруг он понял, что нет врагов. И придумали врага из никому неизвестного, абсолютного политического нуля без палочки, значит, вот этого, ну, там, с уголовным прошлым бизнесмена, сделали внезапно врага номер один на политическом пространстве для Хамитова, а потом героически его победили. В общем-то, вот, примерно то же самое сейчас, по-моему, происходит с БО «Башкор». То есть, вот эти все Мурзагуловы, Кельсинбаевы, они себе нашли вот этого врага, началась, значит, праведная война, периодически Хабирову показывают, как они добиваются успеха, значит, там, взаимодействуют с прокуратурой, с ФСБ, все вот это очень происходит там, собираются данные и так далее, значит, ну, вот, вот работают ребята. Но, на самом деле, завершая вот этот анализ, надо понять, во-первых, ну, кроме того, что они едят государственный хлеб, надо понимать, что эти ребята вносят, конечно, чудовищную неразбериху в внутриполитическую ситуацию в республике, они, по сути, подставляют Хабирова и оставляют его потом один на один с этими, значит, проблемами. То есть, уволить Кельсинбаева – это не проблема, завтра же на улицу с вещами. Ну, а что делать-то дальше? То есть, все то, что вот это натворили внутри вот этой ситуации в Башкирии, это же придется кому-то расхлебывать. Ну, в общем, конечно, я бы на месте Хабирова, слава богу, я не на его месте, задумался о том, ну, все ли нормально у него там, все ли правильные слова говорятся от его имени, ну и так далее. В прошлом выпуске, разбирая оперативное совещание, я упоминал о том, что планирую покопаться в этой истории с этими светильниками, освещением городов и районов, которые предпринял у нас господин Беляев, связаться с поставщиками этих светильников и выяснить ситуацию. Так вот, я на прошлой неделе это сделал. И для меня открылась вообще удивительная ситуация, о которой я хочу рассказать, которая иллюстрирует ту бездну, в которую провалилось, на самом деле, администрирование системы ЖКХ в республике Башкортостан под руководством господина Беляева. Начнем по порядку и освежим, как говорится, историю. В начале 2019 года, а именно 18 января, выходит постановление правительства республики Башкортостан за номером 25 о том, что начинается программа по улучшению ситуации с освещением в городах и районах населенных пунктах республики, и работа забурлила. На всю эту программу бюджет республики выделил 648 миллионов рублей. Как я уже говорил в предыдущей передаче, на эти деньги господин Беляев установил 28 тысяч новых светильников, заменил 14 тысяч старых и установил 5,5 тысяч новых опор освещения. Не будем останавливаться отдельно в пропорции этих цифр, но также на этом совещании, а ранее еще на совещании в октябре, прозвучала резкая критика в адрес поставщиков этих осветительных приборов, упоминался вот этот вот ИП Екупов, который якобы захватил рынок и так далее, что они поставили некачественные светильники и так далее, и так далее. 18 января 2019 года выходит вот это пресловутое постановление номер 25. В нем не было указано никаких технических требований к этим светильникам, но тем не менее работа забурлила, и на протяжении остатка зимы 2019 года, весны, лета и начала осени 2019 года шла напряженная работа во всех муниципалитетах. Проводились торги, определялось количество, выявлялись победители на этих торгах, потом происходили поставки, монтажи, подключения, приемка работы и так далее, и в том числе оплаты. Однако, только через 10 месяцев, 17 октября 2019 года, вышло дополнение к этому постановлению, которое конкретизировало требования к светильникам. К этому моменту все торги уже прошли, к этому моменту во многих районах, ну практически в большинстве районах и муниципалитетов, все работы уже были выполнены и даже оплачены. Прокуратура проверила торги и не нашла в них никаких нарушений. Более того, вот с таким 10-месячным опозданием проведенные экспертизы этих осветительных приборов, которые были установлены согласно контрактам, показали в частности, например, что два из четырех региональных производителей этих осветительных приборов не прошли по требованиям этих экспертиз. Тем не менее, Беляев преподносит правительству и своему руководству ситуацию, что зловредные поставщики нарушили какие-то правила. На самом деле, формально, де юра, никто никаких правил не нарушил, никто никаких требований не нарушил. Мы прекрасно знаем о том, с какой пристальностью за государственными поставками и контрактами наблюдают правоохранительные органы и всевозможные контролирующие организации. Тут и ФАС, тут и прокуратура, тут иногда даже и следственные органы МВД и ФСБ за этим очень тщательно наблюдают. Повторюсь, проверки, проведенные во многих районах в отношении этих контрактов и этих закупочных процедур, нарушений не выявили. Соответственно, если контракты были исполнены, а они были исполнены, они должны были быть оплачены. Сейчас идет спор. Хабиров сгоряча повелел прекратить платежи. Но дело в том, что у муниципалитетов нет законных оснований прекратить эти платежи. Контракты исполнены. Что мы здесь наблюдаем? Наблюдаем мы здесь абсолютно безответственную, безграмотную работу Министерства жилищно-коммунального хозяйства. Выпуская вот это постановление, Беляев полагал, что дальше все случится само. Потом, в попытке навести порядок, он через 10 месяцев дополняет это постановление деталями и техническими характеристиками, но уже поздно. Уже нельзя их внести в тех задания. И самое главное, во время проведения конкурсной процедуры главным документом для того, кто закупает и для того, кто поставляет, является техническое задание и описание закупки в этой конкурсной процедуре. Никакие постановления правительства не могут быть нормативными документами внутри этого процесса. Но Беляев, судя по всему, этого не понимает. Более того, вот на последнем совещании Хабиров с гневом скричал, что надо бы разобраться, кто тут заинтересован и кто тут, значит, чего толкает на этот рынок. На самом деле он прав. Надо бы разобраться. Так вот, я ощущаю, и мне показалось, но причем обоснованно показалось, что этим толкачем является сам Беляев. Он пытается протолкнуть свои предприятия на этот рынок, топя поставщиков. При том, что у него не хватает ни ума, ни квалификации сделать это правильно и как минимум по закону. Он делает так, что он просто теперь отказывает в оплате законно исполненным контрактом, ну, в общем-то, на самом деле, ввергая предприятия в банкротство и в большие, значит, финансовые проблемы. Он, судя по всему, на этой волне попытается протолкнуть своих поставщиков. Это и Шимбайский производитель светотехники, и нефтекамский производитель светотехники. В территории республики функционируют такие производители светотехнического оборудования, как БХ Технологи, город Ишимбай, Уфимский светотехнический завод, нефтекамский светотехнический завод, Башлайн и Благовещенский светотехнический завод. При реализации мероприятий в 2020 году целесообразно акцентировать внимание на местных производителей. У меня очень большие сомнения по поводу соответствия этих поставщиков даже нормам Беляева. Но я пока не видел документов, не могу здесь заявлять однозначно. Дело в том, что в России и в Башкирии тоже не существует полноценных производителей осветительных приборов. Все они собирают эти приборы из китайских комплектующих. И, по сути, на рынке присутствуют одни и те же осветительные приборы, но под разными марками, с разными техническими характеристиками. Но это одно и то же с одних и тех же китайских фабрик. Соответственно, мы наблюдаем картину, когда Беляев, по сути, нанеся ущерб бюджету почти в 600 миллионов рублей, ну, не все, конечно, светильники оказались там негодными. По большому счету, надо отметить, что город Уфа здесь исполнил свою функцию хорошо. Уфа-Горсвет здесь является неким положительным исключением. Они не пошли на поводу у Беляева и не стали обращать внимание на вот это его странное постановление. Они сделали все верно, понимая, какие светильники должны быть на самом деле, они верно сформулировали тех заданий. Но, увы, не все муниципалитеты вообще, в принципе, способны на это. Квалификация закупочных вот этих вот департаментов или там отделов, или управлений в администрациях, они очень низкие, эти квалификации. Соответственно, ну, сделали как смогли. То есть, мы наблюдаем картину, что абсолютно некомпетентное руководство Министерства жилищно-коммунального хозяйства организовало работу так, что, по сути, исполнить ее и не представлялось возможным. На местах, в районах ее сделали так, как считали нужным, и как в их представлении получалось правильным. В итоге, теперь Беляев пытается опротестовать абсолютно законные, с формальной точки зрения, торги. Не знаю, чем это закончится, но, по большому счету, это должно закончиться, конечно, отставкой господина Беляева, потому что абсолютно очевидно становится, что этот человек просто не в состоянии управлять столь сложной структурой, как Министерство жилищно-коммунального хозяйства. Ну, и вдогонку о закупках лампочек расскажу об одной замечательной закупке заборчиков, столь любимых нашим правительством. Павлик Степанов на прошлой неделе обратил внимание широкой общественности на странную закупку, которую пытается реализовать мэрия города Уфы. Я говорю о попытке купить 1200 заграждений за 3 миллиона 900 тысяч рублей. Заграждения, значит, металлические, с индивидуальным оформлением в виде гнутой из оцинкованной проволочки куницы. Ну, казалось бы, все нормально, но с ценами там, конечно, вопрос. Та средняя цена, которая выходит из этой закупки, она, конечно, несколько выше, чем продается на рынке подобное ограждение. Не знаю, сколько стоит вот эта куница из проволочки в дополнение к среднерыночной цене, но меня очаровал момент времени поставки. С момента заключения контракта поставка должна быть осуществлена в течение 10 дней. О чем это, собственно, говорит? Это говорит о том, что, конечно же, ни один здравомыслящий производитель заборчиков из железа не производит на склад в надежде на дальнейшие продажи индивидуализированные заборы. Я имею в виду, никто не станет делать 1200 заборов с изображением куницы просто так. Даже к козе становится понятно, что эти 1200 заборов с индивидуализированной куницей уже готовые лежат у кого-то на складе. И вот этот весь контракт это, конечно, абсолютно неприкрытый, наглый и довольно примитивный договорняк. Мало того, что завышена цена, да еще и поставлено вот это барьерное условие, что вы должны поставить эти заборчики через 10 дней. Но я не знаю, обратит ли ФАС внимание на эту закупку, будет ли она остановлена и опротестована. Ну, посмотрим. В ближайшее время произойдут эти торги. 27-го уже числа закончился период подачи заявок. К сожалению, мы пока не видели, кто там подал заявки. Я надеюсь, что Павлик Степанов продолжит свою активность в этой сфере и расскажет нам, кто же там поучаствовал и кто же там победил. Судя по всему, в нашу передачу на регулярной основе возвращается криминальная хроника. И криминальная хроника это вовсе не о карманниках, грабителях и разбойниках, а о чиновниках. Напомню, что у Хамитова эта история появилась где-то на 5-6 году правления, то есть, ну, по крайней мере, регулярные аресты его подчиненных, то есть, вот, некий распад системы, да, начался. А здесь, в данной ситуации у нас это случилось пораньше. Примерно на 2-м годе, получается, правление Хабирова начались регулярные действия в отношении его подчиненных. Я говорю, конечно же, и о аресте крупного чиновника правительства Эльнура Абсалямова, который случился буквально перед Новым годом. Как-то затихла эта история, а господин Абсалямов сидит сейчас в изоляторе, и непонятно, чем это все закончится. Напомню, что его арестовало ФСБ и абсолютно с поличными, и абсолютно там даже доказывать особенно нечего. Но господин Абсалямов является ценным носителем информации о Тожединове, о Полставалове, и, видимо, об этом сейчас идет там торг. Но, кроме всего прочего, на прошедшей неделе внезапно прошли обыски в Иглинской администрации, и даже был допрошен глава, ныне действующий глава Иглинского района господин Самойленко. Все это связано с оборотом имущества в этом районе. Район очень неспокойный, очень дорогой в смысле земли, и вот постоянно приманивает как магнит к себе всевозможных жуликов, мошенников и негодяев. Какова роль сейчас в этой истории господина Самойленко пока непонятна. Но напомню, что компашка там собралась весьма себе теплая. Например, Департамент управления земельным и имущественным отношением района возглавляет никто иной, как Павел Ксенофонтов. Все мы помним Павла Ксенофонтова как активиста антикроношпана пламенного борца с австрийскими заводами, но помним мы и то, как трепетно опекала его Альберт Мухамедьяров, как помогала ему в жизни и так далее, и так далее. В общем, все это наводит на очень нехорошие мысли. Так вот, этот Павел Ксенофонтов, видимо, будучи возблагодаренным за все эти заслуги периода Хамитова, стал начальником по имуществу в Иглинском районе и вот теперь там обыски. Я не знаю, связано ли это непосредственно с деятельностью самого господина Ксенофонтова или Самойленко там что-нибудь-то уже успел начудить, но в общем, обыски начались. На прошедшей неделе имела продолжение еще одна история, которую мы упоминали в предыдущем выпуске. Я имею в виду вот этот скандал с Мухамедьяновым, который нагло в глаза Хабирову, занизил цифры смертности в ДТП за прошедшую неделю. Мне удалось пообщаться с представителями Госкомтранса, однако я не получил внятного объяснения этой ситуации. Госкомтранс утверждает, что они не пользуются иной статистикой, нежели ГИБДД, но тогда непонятно, почему у них на 20% меньше эта цифра. Госкомтранс говорит, что ГИБДД учитывает погибших в больницах после ДТП, а они не учитывают. Но почему не учитывают? Должна быть единая методика. В общем, конечно, внятно мне это не объяснили. Я остаюсь на той же позиции, что Госкомтранс злонамеренно пытается занизить статистику смертности, хотя бы визуально вот на данный момент в глазах руководства республики. Мы помним о том, что в январе у нас случился всплеск смертности на дорогах, и эта статистика на данный момент у нас как бы угрожающая высока. И главная угроза для Махметьяна в этом смысле это превышение статистики прошлого года. А Хабиров ему поставил задачу еще и уменьшить статистику прошлого года. В общем, тут налицо, конечно, ситуация, когда в попытке обелить и как бы завуалировать свое бездействие руководство Госкомтранса все равно в наглую пытается исказить статистику. Здесь я утверждаю, что это сделать не получится по многим причинам. Во-первых, существует альтернативная статистика и методики подсчета. Во-вторых, существует ГИБДД, которая не искажает эту статистику и дает ее в федеральную статистику. В общем, господину Мухамметьянову здесь, конечно, ничего не светит. В предыдущем выпуске нашей программы мы анонсировали некий проект, некий флешмоб, видеофиксацию помоек и мусорных площадок, контейнерных площадок в Республике Башкортостан. Я очень благодарен нашим зрителям за то, что они активно откликнулись. Очень много прислали нам фотографий, не все из них мы даже успеваем обрабатывать. То, что успели мы обработать, мы покажем вот сейчас здесь, в нашей передаче. Я отмечу, что недовольство мусорной реформой и несоответствие того, что на самом деле есть, и того, что говорит господин Беляев на этих оперативках, колоссальное. Так вот, откуда нам пришли фотографии и, как мы и требовали, все эти фотографии с адресами. Обязательно указывайте адреса, обязательно указывайте город или район, из которого это все пришло. город Туймазы, улица Аксакова и улица Луначарского. Белорецкий район, село Железнодорожное, улица Профсоюзная, дом 1. Далее Уфа. В Уфе, конечно, проблем больше, но и Уфа, собственно, это четверть республики, соответственно, и адресов по Уфе очень много. Уфа, Шофиево, 18. Уфа, Российская, 43, дробь 14. Уфа, улица Зайнабиишевая, 23 и улица Зайнабиишевая, 10. Уфа, Коммунистическая, 75 и Коммунистическая, 75, дробь 1. Уфа, Худайбердина, дом 1. Уфа, улица Калужская. Я благодарен тем, кто присылает нам эти фотографии. Я прошу продолжения всего этого, потому что у нас еще есть много других городов. Видимо, еще пока реакция не наступила. Присылайте фотографии, иллюстрации того, как обстоят дела с оборотом твердокоммунальных обходов в вашем районе, в вашем городе, в вашей деревне, в вашем поселке. Обязательно указывайте населенный пункт, адрес, либо адрес ближайшего дома к этому мусорному контейнеру. Остается напомнить, что завтра, 1 марта, в 19.00, я проведу третий стрим онлайн-общения с нашими зрителями, подписчиками. Готовьте вопросы, можете присылать их заранее, в любой форме, по любым каналам, по почте, в комментариях, в личных сообщениях, в соцсетях. Мы стараемся всех их вылавливать и обрабатывать. Завтра, в 19.00, 1 марта, на Ютьюбе «Открытая политика», третий стрим. И традиционная благодарность всем, кто поддерживает наш канал материально. Спасибо тем, кто комментирует, спасибо тем, кто ставит лайки. Опять же, призываем, комментируйте, ставьте лайки, поддерживайте канал. Нам очень важна обратная связь с нашими зрителями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова